Сегодня решается в какой-то степени тенденция к развитию нашей страны. Решается вопрос о том, как будут жить люди в течение следующего года и последующих трёх лет. Поэтому я пришла сюда. Бюджет нашей страны, к сожалению, принят в таком виде, что это просто бюджет катастрофы или угрозы катастрофы. Особенно сейчас это видно на фоне пандемии. Когда вместо того, чтобы увеличить финансирование здравоохранения, фармакологической промышленности, микробиологической промышленности, науки, этот бюджет в абсолютных цифрах уменьшается. Сейчас Государственная Дума заканчивает рассмотрение федерального бюджета на ближайшие трёх лет. Этот бюджет разделил наше общество на два лагеря – олигархи и все остальные. Олигархам всё, всем остальным ничего. Олигархам освободили от уголовной ответственности. Олигархам, которые ввозят капиталы и недвижимость через офшоры, их освободили от уплаты всех налогов абсолютно, а это сотни миллиардов рублей. Олигархам освободили от вывозной таможенной пошлины, а это на следующий год будет 4 триллиона, а через два года 6 триллионов рублей. Их освободили от уплаты налогов, им вернули НДС, это 2 триллиона рублей, им вернули обратный акциз, это полтриллиона рублей. Вот такими триллионами расплачиваются олигархами. Я пришла послушать самих депутатов Госдумы, которые также выражают мою точку зрения как избирателя. И методы борьбы за право народа, именно чтобы бюджет распределялся больше для людей. Что народу? А народу тоже подарки. 4,5% падения доходов населения, отказались выплачивать долги Сбербанка, отказались выплачивать накопительную пенсию, отказались индексировать пенсию военнослужащим и пенсию работающим пенсионерам. Мы вносили закон о том, чтобы субсидии студентам увеличить на оплату не дали, но зато внесли закон, который позволяет полиции стрелять в безоружный народ. К чему ведет наше правительство? К социальному взрыву? Они этого хотят, они этого получат. Наша фракция имеет полный комплект внесенных документов уже по пятому разу. Это и национализация природных ресурсов, не хотят принимать. Шестой вариант у нас внесен. Это и прогрессивность в коленнологообложения, не хотят принимать. Хоть и президентом обозначал, что надо увеличить вот на 2%. Не национализация ликеропроизводства и продажи ликероводочной продукции. Шесть раз вносим, не хотят принимать. Хотя это законы, которые дают наполнение в бюджет. Ну и, конечно же, продолжают снижать расходы под разговоры о социальном бюджете. Как раз на самые чувствительные отрасли. Это на образование, потому что без образования мы не будем иметь будущего. Что не так с бюджетом, скажите, по-вашему? Слишком мало уделяется вниманию промышленности и образованию, по моему мнению. Особенно среднему образованию, высшему еще более-менее. Я как студент могу сказать, студент не о МИФИ. Оборудование у нас хоть и советское, но еще хорошее, поддерживает качество. А вот со средним беда. Сейчас у студентов понижена стипендия, на нее практически не прожить. Общежитие становится все дороже и ремонта в них нет практически. То есть ухудшается состояние общежития и вообще, в принципе, жизни студентов. Я сам врач по образованию, поэтому могу прокомментировать то, что сделано сегодня, или планируется сделать со здравоохранением. Рост расходов на здравоохранение составит всего 10 миллиардов рублей. Это 0,1%. Учитывая, что инфляция прогнозируемая будет 4%, в будущем году финансирование здравоохранения будет сокращено. Это вы прекрасно понимаете. В условиях нарастающей пандемии, в условиях, когда вся медицина у нас завалилась и лежит на боку, по большому счету, в условиях, когда потерян контроль над распространением инфекции, нынешнее правительство не нашло ничего лучше, как сократить расходы на будущий год на здравоохранение. Точно так же будет планироваться в течение трехлетки сокращение этих расходов до 2023 года. И если в этом году, в 2020, от ВВП расходы на здравоохранение составляют 4,1%, то в 2023 это будет уже 3,5%. При необходимом минимуме 7% это данные ВОЗ. Иными словами, умышленно, системно гробится государственное здравоохранение в Российской Федерации. При этом надежда на частное, особенно в условиях пандемии, не оправдывается. Это прекрасно видите. Никакие частные центры, никакие частные клиники не готовы и не будут заниматься системными проблемами. Системными проблемами типа эпидемии, системными проблемами типа снабжения нас необходимыми лекарствами откровенно грабят народ. Я напомню, что стоимость тех масок, которые мы сегодня носим, или которые нас обязали носить, в себе стоимость, 50 копеек. Вы можете зайти в любую аптеку и посмотреть, поскольку они продаются. И по 50 рублей были, и по 40 рублей. Сейчас вроде снизили до 20 или до 15, но это все равно в десятки раз больше, чем стоит производство этих масок. В условиях прямой опасности для здоровья граждан конкретные люди, конкретные олигархи, конкретные группы зарабатывают. При абсолютном попустительстве в правительство Российской Федерации мы неоднократно обращали внимание и госпожи Голиковой, и господина Мишустина на том, что пора брать в руки всю ситуацию. Сокращали, сокращали конечные места, убирали, убирали больницы, сейчас резко оказалось, что мест нет. Но куда это годится? В некоторых регионах, вчера разговаривал за Байкальским краем, 300 человек, 300 человек каждый день болеет, 10 человек умирает, это в сутки. Это только по официальной информации. Сейчас людей везут уже в соседние регионы. Ну, я не знаю, в одной из самых, наверное, богатых стран мира вот такая вот ситуация складывается, но я имею в виду по недрам и по ресурсам, просто возмутительно. Я благодарен, что КПРФ это единственная партия, которая поднимает эти вопросы, несмотря на вот такие жесткие ограничительные меры пандемии, это хоть кто-то, кто людей собирает и хоть что-то, какую-то вносит в повестку. Согласна с партией КПРФ, все, что сегодня было сказано, поддерживает? Абсолютно все. Я все абсолютно поддерживаю. Кроме того, считаю, что только КПРФ является оппозиционной силой в нашей стране, потому что все остальные, даже парламентские партии, это сателлиты Единой России.